Глубого утра. Правильное шоу правильного человека. Краснодиванные беседы. Доброе утро. 11 часов 41 минута, дорогие друзья. Запомните этот день и зафиксируйте эту дату. 23 июня 2023 года. 11.41 на красном диване. Впервые в истории радиостанции Радио Ван. Радио Ван. Человек, который гипотетически, в отличие от меня, академика Макарчана, рано или поздно будет в космосе. Доброе утро. Арутюн Кивирян у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Всех приветствую. Спасибо за приглашение. Арутюн, вам с утра до вечера ходите в этой одежде? Это как это называется? Это униформа. Да, это униформа. Это полетный комбинезон. Вы всегда в нем ходите? Ну, на какие-то тренировки ходим в них, то есть и на какие-то мероприятия тоже одеваем. На более официальный, конечно же, костюм. Там пиджак, брюки, все как положено. А есть космический костюм, пиджак, брюки? Есть какой-нибудь космический или нет? Ну, такого прям. Космический костюм – это скафандр, в котором, да, выполняется работа в корабле и за пределами станции при внекорабельной деятельности. Ну что ж, Арутюн Кивирян, дорогие друзья, может вполне себе стать вторым армянином в космосе. У нас был астронавт уже, вот, ну и теперь вот Арутюн Кивирян. Арутюн, скажите, как вы попали вообще в эту историю? Дело в том, что все мы мечтали в детстве стать космонавтом. У нас не получилось, а у вас? Как? Как вот у вас получилось это? Дорога в космос. Да, ну, я прошел определенный путь. Не, ну вы с детства мечтали стать космонавтом? Именно как мечта и цель. И вообще задумался о том, что хочу попасть в отряд, хочу стать космонавтом. Это идея пришла, ну не идея, мысль, да, пришла в университете. То есть в зрелом возрасте уже? Да, уже в таком более сознательном возрасте. Мне посчастливилось учиться в университете. Это Балтийский государственный технический университет, военмех. Он находится в Санкт-Петербурге. Этот университет заканчивали многие именитые космонавты. Вот, они каждый год приезжают в университет, всегда посещают, осуществляют встречи со студентами. И вот на одной из таких встреч мне посчастливилось тоже побывать, прикоснуться, так сказать, пообщаться с космонавтами. И вот в этот момент... Осенило вас? Да, в этот момент появилась идея, какое-то воодушевление. Ну, когда какой-то личный пример, он, так сказать, воодушевил меня. Сколько лет вам тогда было? Так, ну, наверное, лет 20. Спустя сколько лет у вас есть реальный шанс сопролететь в космос? Сколько лет от вашего принятия решения, я хочу просто понять, 20 лет вы приняли решение, что можете стать космонавтом, будете, и вот сейчас? Сейчас мне 29 лет. То есть 9 лет как минимум прошло? Ну, до зачисления в отряд, получается, прошло около 8 лет, наверное. Ну, я закончил университет сначала, потом я чуть более 5 лет проработал в ракетно-космической отрасли, ну, всегда интересовался тем, что нужно для того, чтобы пройти в отряд космонавтов, осуществлял подготовку, ну, в соответствии с этими требованиями. Ну, я всегда интересовался космическими новостями, отслеживал, так как профессия, это, ну, профессиональная деятельность на предприятии, это тоже подразумевало, конечно, мне было интересно, и ждал, конечно же, объявления набора в отряд. Как только объявили, я... А сейчас требования такие же жесткие, как были, скажем, лет 30 назад? Дима пытался тогда, я его увидел, да? Да, Дима? Ну, не я, ну, тогда вообще, чтобы стать, попасть в отряд космонавтов, нам надо было пройти такие испытания. А сейчас, вон, каждый может заплатить миллион долларов, в принципе, и стать туристом космическим. Ну, требования к космонавтам, которых отбирают, ну, как профессию космонавта, именно на подготовку, на полноценную, они очень строгие, по очень многим параметрам производится отбор, профессиональные навыки, психологическая устойчивость, физическая подготовка. Совместимость. Да, совместимость, конечно. Вот, и требования достаточно высокие, вот. Этап отбора, на самом деле, начинается еще с момента сбора документов, потому что для того, чтобы комиссия, которая рассматривает каждого претендента и на заочном этапе рассматривает документы, она должна иметь, ну, какую-то такую общую картину, да, чтобы понять, что за претендент собирается, да, участвовать в отборе. И это требует очень большого количества документов, как профессиональных, так и медицинских. И это тоже такой, как, такой серьезный этап по сбору всех документов, чтобы все собрать. Да, я мало знаю людей, которые во все кабинеты в поликлинике могут зайти без нервного тика. Вот, господин Кеверян как раз такой. Скажите, пожалуйста, Арутюн, знаете ли вы армянский язык? С космосом все понятно более-менее. Да, я амшенский армянин. И свой диалект дома, конечно, я с родителями всегда стараюсь общаться. Когда приезжаю домой, сейчас, конечно, это происходит раз в год, я стараюсь обязательно домой приехать, навестить родных, и чтобы проникнуться и общаться на родном языке. Домой это куда? Чтобы поддерживать. Домой это Краснодарский край, вообще уроженец города Майкопа. Слушайте, в Майкопе очень много дюдаистов армян. Не только, как выяснилось. Да, теперь есть и космонавты. И космонавты, дюдаисты, и космонавты. Что объединяет? Скажите, а какие виды спорта нужны для того, чтобы чувствовать себя хорошо? Вы конечно же занимались. Да, занимался. Ну, с точки зрения отбора космонавтов, это тоже в документах, в которых прописаны требования, описаны все нормативы, которые необходимо сдавать на этапе отбора. Там есть и силовые упражнения, и ловкость, и скорость, то есть бег, плавание. Есть какие-то специальные пробы, такие как нырок с трамплина трехметрового в бассейн. Ну, необходимо определенное упражнение выполнить. Также проверяется координация проба Ромберга. С закрытыми глазами нужно простоять там более двух минут. Тоже это тоже оценивается. Вот. Работа на тренажере. Есть такой тренажер «Бегущая дорожка», который используется на борту Международной космической станции. Есть определенный регламент, который... Ну, определенное упражнение, которое на нем нужно выполнить. Обязательно причем, да, чтобы не атрофировались мышцы. Да. Вот. А в рамках подготовки именно вот в отряде уделяется физической подготовке большое внимание. И в расписании всегда, там, три раза в неделю у нас физическая подготовка. И упор делается на выносливость и на силовые какие-то качества. Потому что, к примеру, для работы в скафандре на борту станции при внекорабельной деятельности, когда выход в открытый космос осуществляется, эта работа требует больших физических усилий на долгое время. Потому что обычно выход длится порядка 7-8 часов. То есть такой выдержки, выносливости и силы. Поэтому вот эти... В этих направлениях физическая подготовка как раз-таки и осуществляет. А для вас что было самым сложным? Ну, не то чтобы самым сложным. Я до того, как начал готовиться, ну, готовиться к отбору, я не занимался плаванием на большие дистанции. Вот. А один из нормативов — это плавание 800 метров вольным стилем. Вот. И это такая... Для человека, который никогда этим не занимался, это непростая задача. Сразу так, с скачка с первого, это невозможно сделать. Поэтому приходилось делать упор и на это. То есть бегом я занимался и до этого. То есть бегом у меня, в принципе, все хорошо было. А вот плавание я подтягивал специально для того, чтобы вот этот норматив... Вот так вот. Кто-то думает, что плавать должны уметь только моряки, дорогие друзья. Нет, просто. Нет, слушай, у меня такой странный вопрос от радиослушателей. Космонавты верят в инопланетян. Вот. Вразу, знаешь, вот... Конечно, и ходят в иную цель. Не, ну, потому что я лично смотрел интервью, скажем, Гречка рассказывал, что он сам наблюдал что-то такое сверхъестественное. Я по этому поводу не могу ничего сказать. Я инопланетян не видел, да. А вот, как они, Макарчан видел, кстати. Нет, 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 с земли, да. Но это я до сих пор не могу объяснить, что такое было. А у меня есть, конечно, объяснение. Поэтому вопрос только, ну, как бы за себя, да, сказать, что я... Не верите. Не видел, ну и... Ирсан Илюмжинов видел, и у него был контакт. Да, и не раз. И у академика Макарчана у нас был контакт. Не только. А у меня будет реклама. Реклама на радио, не переключайтесь. Арутюн Кивирян, космонавт, у нас на красном диване. Впервые в истории армянского радио вообще. Доброе утро. Доброе. Глубого утра. Правильное шоу правильного человека. Семь минут у нас до конца эфира. Еще семь минут с нами будет наш человек в космосе, Арутюн Кивирян. Арутюн, а когда вы полетите? Полетите ли? С чем это связано? Есть какие-то прогнозы, сроки, дедлайны? Как это вообще происходит? Ну, вообще, в среднем, путь от начала подготовки до первого полета это порядка семи лет. Вот. На данный момент вот два года подготовки уже и я, и мои товарищи прошли. Этот этап подготовки окончился, так сказать, логически, сдача государственного экзамена. Все время отсевы происходят какие-то, да? Отсевов планомерных каких-то не происходит. То есть идет обучение и, так сказать, передача опыта и создание... Сколько человек в отряде сейчас? Сейчас в отряде 26 человек. И 26 из них, гипотетически, могут полететь в космос? Ну, из этих 26 есть и опытные космонавты, у которых за плечами уже не один полет. А сколько новичков? Хорошо. Новичков, вот, это... Прозвучал. Это товарищи, которые со мной вместе проходят обучение. Их... Ну, вот, сейчас мы вчетвером проходили общекосмическую подготовку. То есть, вот, вчетверо. Да. То есть, на один новичокосмической подготовка, вот, было четыре человека. А в экипаже один новичок, как правило, да, вот бывает? Ну, бывает по-разному. Это решает межведомственная комиссия, как компонуется экипаж. Вот. Но, ну, обычно стараются, чтобы в экипаже командиром был опытный космонавт. Какой-то наставник, да. Слушайте, Артем, а вот, ну, вы, это же элита, 26 человек всего из 150 миллионов. Ну, какие у вас есть, я не знаю, там, привилегии? Бесплатный проезд в маршрутном такси, например, там, в России. Вам выдают хлеб без очереди. Это, наверное, после полета уже. Не, а вот, не, ну, сейчас тоже 26 человек. Какие у вас есть льготы, например? В кино вы бесплатно можете ходить. Нет, таких каких-то специальных льгот. Бесплатно можете ездить? Специальных льгот каких-то, ну, по крайней мере, у нас пока. Нет. Мы сейчас на подготовке каких-то специальных льгот нету. Вот, но обеспечение, как бы, достаточное. Помогают и с проживанием. А живете вы в Звездном городке? Да, живем в Звездном городке. Семья у вас есть уже? Да, есть. Супруга? Супруга, да. А как она относится к вашему хобби, скажем так? Ну, волнуется, наверное. Переживается. Это не хобби, это профессия. Ну, конечно, шутка. Хобби, да. Она меня поддерживает во всем. И вот даже, ну, и помогает всегда. И когда я там к экзаменам готовлюсь, поддерживает. И понимает, когда приходится там на выходных готовиться к экзаменам. Дополнительно там может оставаться для изучения какого-то материала. Вот. И помогает, если какие-то командировки всегда помогает мне собираться. То есть она меня очень поддерживает. Спасибо ей. А много командировок будет у космонавтов, которые готовятся? Ну, бывают командировки. А куда вы едете в командировку? Ну, к примеру, можно привести там какие-то сборы, например, по парашютной подготовке. В лес какого-то тебя забрасывают по курсу выживания. Ну, в основном, по специальным тренировкам. То есть здесь существует... У нас еще что-то переедет. Это там горные тренировки. Не командировки в Милан, там еще в Токио. В данный момент нет. Но те, кто проходят уже подготовку в экипажах, получается, есть... Так как Международная космическая станция, она подразумевает международное сотрудничество. Астронавты из других стран, они приезжают на подготовку в Звездный городок. А вы, соответственно, уезжаете для того, чтобы вы эти взяли. Ну, это уже и знание языков обязательно, да? Вот. Амшенский диалект прозвучит впервые в космосе. Не помешает. Слушай, а как будет на Амшенском диалекте? Обратный отчет. 10, 9, 8. Ну, такие, наверное, специальные термины я, если честно, наверное, не смогу озвучить. Вот. Но обязательно, конечно же, ну, когда я... Поехали. Поехали, да. Как бы там на Амшенском диалекте? Гатцинг? Гатцинг, да. Ганацинк, да. Ганацинк или Гатцинг. Ганацинк. Сложно быть космонавтом на Земле. Да, да вообще подготовка все такая. Это вам не космонавт, да, из фильма Армагеддон? Ну, вы, наверное, помните фильм. Такое ощущение, что любой может стать. Нет. Только Брюс вылез. Ну, что ж, мы желаем удачи, успехов. Будем следить за вашей космической жизнью. Спасибо, что нашли время на своем графике и пришли к нам. И у вас есть буквально две минуты, чтобы обратиться к радиослушателям. Скажите им что-нибудь. Да, спасибо. Первое, хотел сказать спасибо за приглашение. Спасибо радиослушателям, которые сейчас на этой волне и слушают меня. Хотел поблагодарить за приглашение. Я очень рад приезду. Я первый раз в Армении. И сейчас знакомлюсь с городом, с Ереваном. Был с Цернакопертия. Это было очень важно для меня, побывать в этом месте. Я так проникаюсь приездом на малую родину. Для меня это очень важно. Спасибо гостеприимству, которое здесь на очень высоком уровне. Прям я этому благодарен. Спасибо. У нас особое отношение к космонавтам просто. Конечно. Понимаешь? Если для россиян их там 26, то для нас всего один. А что вы пожелаете вот тем, ну еще молодым людям, которые мечтают о космонавтах? Молодым космонавтам. Ну, Дима, например. Детям. Нет, я уже как-то вот уже никак. Ну, наверное, найти какое-то вдохновение, поставить цель и добиться ее. Это такой, наверное, универсальный план. Он касается любых сфер деятельности для того, чтобы достичь каких-то целей, какого-то успеха. Последний вопрос от радиослушательницы, которую зовут Екатерина. Скажите, а у вас есть космический кумир? Очень женский вопрос. Космический кумир. Прям конкретно отдельного человека, наверное, нет. Но все космонавты, которые опытные, они всегда делятся опытом с новобранцами. Всегда можно подойти и задать вопрос. И они для нас являются такими старшими товарищами, каким-то ориентиром, на который мы смотрим, который для нас является примером. И какой-то такой собирательный образ человека, который летал в космос, и не один раз он является таким, ну, как я уже сказал, ориентиром, и мы на него равняемся. И никакой космической дедовщины. Ну, что ж, вот такой вот Рутюн Кеверян. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо вам этого выражения от вас. Из космоса. Ну, еще не с земли. Кстати, обратное счет, наверное, можно сказать, que es hush, как-то так, наверное. Не-не, а вот а цифры? 10-9, tas yin, oot, tas yin, oot, yota, vets, hing, chais, chais, jays, jayz, 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 jayz. даже инопланетяне понимали ну что ж спасибо большое удачи успехов и действительно ну мы будем безумно рады если будет армянин в космос для нас и для всех важно один и миллионов армян это очень важно ну а вы увидите из космоса маленькую красивую планету земля на которой нет никаких границ никаких воин и на все прозрачно все для людей все для того чтобы жизнь была прекрасна на это и будем надеяться и